Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Как выйти из зоны комфорта? Руководство по личной эффективности. Введение. Во все времена огромное количество людей теряло себя, пребывая в зоне комфорта. В ней, как в Бермудском треугольнике, исчезали и юношеские мечты, и зрелые амбиции. Приобретая сидячие места в зоне комфорта, мы с тоской и завистью наблюдаем за мчащейся жизнью успешных людей, с грустью замечая, как теряем способность развиваться и реализовывать свои возможности. Выход из зоны комфорта – это первый шаг на пути к самому себе, к становлению личности. Что, как, зачем и почему? Ответы на все вопросы в этой аудиокниге. Глава первая. Зона комфорта. Благо или зло? Почему мы боимся что-то менять? Все книги по самосовершенствованию сводятся к тому, что человек из Беверли-Хиллз советует человеку в Магадане выйти из зоны комфорта. Народная шутка. В наше продвинутое время, когда все повально увлекаются астрологией, психологией и иными логиями, выражение зона комфорта ни у кого не вызывает вопросов. На самом же деле, значение этого выражения в понимании большинства людей довольно далеко от истины. Многим зона комфорта представляется этаким раем на земле, но здесь налицо подмена понятий. Термин зона комфорта смешивается с комфортной обстановкой. Как писал Эрих Мария Ремарк в своем романе «Тени в раю», телесный комфорт куда важнее душевного. Стоит немного постараться, и человек уже счастлив. Для наглядности приведу такой пример. Вы сидите в шезлонге на морском берегу, обдуваемые теплым ветром, и пьете вкуснейший коктейль из экзотических фруктов. Ваше тело и органы чувств, то есть физическое состояние, пребывает в нирване от такой комфортной обстановки. Если же мы говорим о зоне комфорта, то должны иметь в виду, что это определенное психологическое состояние, и от физического комфорта, поверьте, там немного. Зона комфорта – это состояние человеческого сознания, в котором практически отсутствует желание что-либо менять или делать, как говорится, на благо общества. Подчеркну еще раз, находиться в зоне комфорта – совсем не то же самое, что наслаждаться физическим комфортом. Люди часто живут в полном физическом дискомфорте, например, остро нуждаются в деньгах, но остаются в зоне комфорта, то есть не желают и не стремятся что-либо изменить в своем образе жизни. Попаданию в зону комфорта мы больше всего обязаны привычкам, которые вырабатываются у нас в результате повседневного удовлетворения базовых потребностей. И совсем не обязательно, чтобы эти потребности были удовлетворены на все сто, иногда достаточно и абы как. Среди нас не так уж много людей, которых можно назвать довольными жизнью, своим материальным положением, социальным статусом, личными отношениями, работой, ну и далее по списку. Зато, кого не послушаешь, у каждого так или иначе, ни в одной, так в другой сфере жизни, непорядок. Давайте разберемся, почему так. В детстве мы все мечтаем о блестящей жизни, и когда вырастаем, нам никто не запрещает мечтать и даже что-то делать для воплощения мечты, особенно с молоду. Но в какой-то момент от борьбы под солнцем за кусочек счастья у большинства людей наступает опустошение, а сил остается только на привычные, отработанные до автоматизма действия. Живет себе человек по привычке, успокаивая себя тем, что когда-нибудь, через год, в следующем месяце, с понедельника. Похудею, выучу, уеду, уволюсь, женюсь, черт возьми. И вроде бы посыл-то неплохой, но, как говорится, благими намерениями. Как только появляется реальная возможность все свои понедельники реализовать, вот тут-то и начинается самое сложное. Человек с благими намерениями вдруг начинает испытывать неприятные ощущения. Даже стресс и, соответственно, психологический дискомфорт, состояние вроде бы и не болезненное, но противное, как надоедливый зуд. Жизнь, рутинная, как трясина, жестко заявляет свои права. Привычки не хотят разрушаться, и человек испытывает когнитивный диссонанс. Вы думали, что изменить свою жизнь будет легко, но это оказывается не так. И вы отказываетесь от борьбы, говоря, что жизнь такова, какова она есть, и ничего тут не попишешь. Жизнь человеческая, подобно цветку, пышно произрастающему в поле. Пришел козел, съел, и нет цветка. Антон Павлович Чехов. Когда мы находимся в зоне комфорта, нам все привычно, а значит понятно. Поэтому и возникает чувство защищенности и уверенности. Только это чувство может сыграть с нами злую шутку, ведь довольствуясь пребыванием в привычных условиях, мы ограничиваем себя в части личностного роста и развития. А поскольку время сейчас динамичное, человек обычный никому не нужен. Всем подавай личность, да еще с большой буквы. Чтобы начать собственный бизнес, это качество нужно вдвойне. Иными словами, если нашу жизнь хотя бы иногда не обдувает ветер перемен, страдает и наша карьера, и любовь, и социальный статус. Почему же, осознавая это, мы так боимся выйти из зоны комфорта? А потому, что нашей психике комфортно в условиях стабильности, ведь только в этом состоянии она чувствует себя в безопасности. Вот и включает организм защитный механизм – страх, предчувствие опасности, когда человек заступает за черту зоны комфорта. В зависимости от размеров зоны комфорта, человек, начинающий выходить за рамки, может испытать гамму чувств – от легкого волнения до леденящего ужаса. Например, обычному человеку очень трудно решиться на прыжок с 10-метровой вышки, а для прыгуна в воду, совершившего уже десятки прыжков, это привычное дело. Но так было не всегда. Однажды он перешел границы своей зоны комфорта и прыгнул с 10-метровой высоты. Теперь прыжок для него привычка и вызывает вполне приятное волнение. Оглядимся вокруг. Удовольствие в преодолении. Разобравшись с причиной своего страха перемен, обеспеченного нашей психикой-эгоисткой, давайте оглядимся вокруг и попробуем себя в чем-то преодолеть. А потом получить удовольствие от преодоления. В чем тут фокус? А в том, что для того, чтобы чего-нибудь добиться, надо встать и шевелиться. А добившись, пройдя через стернии, мы становимся увереннее в себе, начинаем себя уважать и верить в себя. Все это очень приятные чувства. А к уверенному и деятельному человеку и все остальное приложится, и карьера, и любовь. Прочь из плена комфорта. Свежий глоток жизни. Почему же так нужен нам глоток жизни, почему так необходимо стряхнуть комфорт и двигаться вперед? Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Русская пословица. Из многолетних наблюдений сотрудников хосписов известно, что перед лицом смерти люди больше всего сожалеют о том, что у них не достало смелости жить собственной жизнью, подходящей именно им, а не окружающим. Выражать свои чувства, заниматься любимым делом, уметь дружить по зову сердца, а не по необходимости, позволить себе стать счастливыми. Мы в большинстве своем не понимаем, что наше счастье – это вопрос выбора. Мы подчиняемся привычкам и обыденным представлениям о жизни, находимся в оковах комфорта, сложившегося образа жизни. Из-за страха перемены новизны мы притворяемся, что довольны своей жизнью перед собой и окружающими. Лучшим завершением этой главы и эпиграфом к следующей будут слова Марка Твена. Через 20 лет вы будете более сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что вы сделали. Поэтому отбросьте сомнения. Уплывайте прочь от безопасной гавани. Поймайте попутный ветер своими парусами. Исследуйте, мечтайте, открывайте. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки. Глава 2. Привычка – вторая натура. Люди постоянны только в одном – в привычках. Анри Франсуа Бек. Привычки бывают полезные и вредные. На протяжении всей жизни привычки влияют на формирование нашей личности. При этом привычка возникает не на ровном месте. Сначала вы целенаправленно осуществляете определенные действия. Затем, при частом повторении этих действий, они выполняются на автомате. Вот вам и готовая привычка. Очевидно, что основная часть нашей жизни состоит из привычек. И в этом есть несомненные плюсы. При помощи привычек мы зачастую экономим время, силы, энергию, поскольку привычка дает нам возможность действовать механически, не прилагая особых усилий. Например, нам не приходится каждый раз искать выключатель на стене, зайдя в комнату. У нас есть привычка, куда протянуть руку, чтобы включить свет. Ни для кого не секрет, что привычки бывают как полезные, так и вредные. При этом вредные вырабатываются гораздо быстрее и усложняют нам жизнь. Это происходит потому, что в каждой вредной привычке есть тот или иной бонус для нашего сознания или организма, нечто вынуждающее человека вновь возвращаться к вредной привычке. Наша психика для достижения комфортного состояния выбирает самый короткий путь. О вредных привычках можно сказать словами неподражаемой Фаины Раневской. Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Некоторые вредные привычки, например, привычка перебивать собеседника, опаздывать, отпускать колкости и ироничные комментарии, с завидным постоянством могут оказывать негативное влияние как на жизнь самого их обладателя, так и на его окружение. Впрочем, от перечисленных привычек все же можно избавиться, контролируя свое поведение. Куда как труднее изжить в себе привычку к обжорству, алкоголизму и курению, нарко- или игромании. О таких пристрастиях говорится, если вовремя не избавиться от любимых вредных привычек, вредные привычки избавятся от нас. Полезные привычки, напротив, влияют на жизнь человека сугубо положительно. Человек, добившийся определенных успехов в жизни, в подавляющем большинстве случаев, имеет несколько доведенных до автоматизма навыков. Эти привычки, например, привычка выражать благодарность, доводить дело до конца, радоваться успехам других, учиться на своих ошибках, способствует профессиональному росту и расширению круга социальных связей их обладателя. Зона комфорта. Привычная не значит нормальная. Как мы выяснили выше, все люди в большей или меньшей степени опутаны привычками. Иными словами, в какой-то части нашего жизненного пространства мы живем привычным укладом и мыслим привычным образом, то есть находимся в так называемой зоне привычки. Это создает ощущение защищенности и стабильности в нашем суетном, бесконечно меняющемся мире. Безусловно, семейные ритуалы, такие как совместные обеды по воскресеньям или вечерний чай с рассказами о дневных событиях, важны и необходимы каждому человеку, поскольку успокаивают, расслабляют, дают чувство стабильности. Это своего рода островки безопасности, приносящие радость, умиротворение, улучшение отношений. В то же время, привычные действия и обстановка бывают и другими, разрушающими не только базовое доверие к миру, но и семейные отношения, дружбу и здоровье. Это и скандалы супругов по любому поводу, и стаканчик другой для снятия стресса, и ремень при малейшем непослушании ребенка. В начале формирования таких привычек, человек испытывает гнев, вину, стыд и разочарование. Но давно известно, что со временем, или исходя из обстоятельств, можно приспособиться практически ко всему. То есть принять это все как должное и жить дальше, не предъявляя претензий миру. Не так уж и мало людей именно так и живут, поскольку срабатывает механизм адаптации. Через некоторое время организм перестает остро воспринимать негативные моменты, такие как гнев или обида, переживания притупляются, становятся не такими болезненными. Это защитная реакция организма в цели сохранения индивида и продолжения его существования даже в некомфортных условиях. Сила зоны комфорта тем сильнее, что на появление чувства стабильности не влияет категория привычки, то есть полезная она или вредная. И скандал, и спиртное после вспышки гнева, равно как и утренняя пробежка или стакан кефира перед сном, приносят расслабление и умиротворение, потому что фокус нашего восприятия нацелен на повторяемость событий, а не на их качество. Вторая проблема с привычками заключается в том, что вредные приобретаются проще, чем полезные, потому что, как правило, вредные привычки связаны с более примитивным действием. Например, стресс – стакан спиртного, шалость ребенка – гнев. Полезные же привычки, как правило, требуют изначального сознательного выбора. Например, стресс – абстрагирование, поиск позитивных сторон ситуации или шалость ребенка – глубокий вдох, мысленная пауза – сознательные выборы реакции. При этом, как мы выяснили ранее, вредные привычки содержат обычно более очевидный бонус, нежели полезные. Например, агрессия против ребенка – мгновенная разрядка. Мозг с меньшей готовностью пристращается к полезным привычкам, поскольку организм, как любая система, стремится к самому простому решению. Так формируется зона комфорта, находясь в которой человек не получает новых впечатлений, не изучает мир, не растет как личность. Но взамен всему этому у него есть обманчивое чувство безопасности. Иными словами, зона комфорта может быть и дискомфортной. Задумайтесь о том, так ли уж хороши ваши привычные будни, дарят ли они комфорт. Или минусы от ваших привычек, похоже, никогда уже не превратятся в плюсы? Никто не спорит с тем, что изменить привычку или отказаться от нее бывает неимоверно трудно. Поэтому гораздо продуктивнее попробовать менять их на другие, те, что обеспечат тот самый истинный комфорт, к которому мы так стремимся, для организма и души. Три шага к полезной привычке. Множество умов билось и бьется над одним вопросом. Отчего так сложно приобрести полезные привычки? Самая грубая ошибка, которую допускают люди, жаждущие перемен, нетерпение или «хочу все и сразу». Рассмотрим наглядный пример. Ира весит 100 килограмм и отчаянно хочет похудеть. Она долго настраивалась и мотивировала себя картинкой пляжного Люда, завороженного ее соблазнительной, точенной фигурой. А также гипотетически заинтересованным взглядом красавца-однокурсника с последующим переходом в сумасшедший роман. Ира выбрасывает все из холодильника, покупает годовой абонемент в бассейн и берет у подруги отличную диету американских кинозвезд. День на воде, день на воздухе. Плотно поев последний раз на ночь, на утро Ира с энтузиазмом начинает сидеть на диете, взвешиваясь каждый час. И к вечеру Ире не до шуток, а к концу второго дня Иры больше нет. Вместо Иры грубое, нервное существо, вожделеющее кусок колбасы или уж хоть чего-нибудь пожрать. Ире наплевать на красавца-однокурсника, а уж на пляжные люты подавно. За два дня мучений вес не ушел ни на грамм, от мотивации ничего не осталось. Два дня. Любой медик или фитнес-тренер скажет вам, первый видимый результат проявится только через два месяца регулярных тренировок и правильного питания. Конечно, мотивация необходима, но она не абсолютная гарантия успешных изменений. Вредные привычки мы носим на себе годами, а избавиться хотим за несколько дней, а то и немедленно. Увы, одной мотивации, как говорит маленькая Маша из современного мультфильма, вкусновато, но маловато. В дополнение к мотивации, необходимо потихоньку менять свою привычку, но именно потихоньку, а не одномоментно. Гуру поведенческой психологии Майкл Джей Фокс пояснил принцип такого подхода, указав, что любая привычка укладывается в три шага. Событие, инициирующее привычное действие. Привычный событийный ряд, то есть сама привычка. Бонус, то преимущество, которое человек получает от действия. Первое, что нужно сделать, это заменить негативную под программу на хорошую. Если вы каждый раз плачете, когда ссоритесь с мужем, просто смените мужа. Конечно, шутка. Лучше не реагируйте так эмоционально. Дышите глубоко, считайте до ста, выйдите из помещения, где находится этот узурпатор, то есть не развивайте ссору. Уберите сигнал, инициирующий привычное действие. После этого замените плохую привычку хорошей. Если плакали, теперь смейтесь. С улыбающейся женщиной трудно ссориться. Во-вторых, после того, как вы создали новую хорошую привычку, постарайтесь ей следовать. По трем перечисленным пунктам. Хотя говорят, что привычка формируется за 21 день. Можно пробовать и это, лишь бы помогло. Следующее правило, не игнорируйте привычные сигналы. Каждодневно мы выполняем ряд привычных дел. Умываемся, пьем чай с бутербродом, гуляем с собакой. Возьмите за правило делать что-то из привычки, которую вы себе прививаете после таких вот привычных действий. Например, почистили зубы, сигнал, выучили несколько испанских слов, глядя на себя в зеркало для правильной артикуляции. Да и вообще, начинайте с малого, потому что нет такого человека, который мог бы измениться даже за неделю. Помаленьку, в терапевтических дозах, вводите изменения в свою жизнь. Ведь одно новшество в день, это совсем нетрудно и практически незаметно, а значит безболезненно. Если решили учить испанский, едва вытащив зубную щетку изо рта, не заучивайте полсловаря за раз, начните с двух слов, ежедневно добавляя по одному новому. И вы не заметите, как ткань вашей жизни из новых мелочей со временем полностью заменит прежнюю. Долой серые будни! Открываем новые горизонты! Как мы уже выяснили, полезность привычек в том, что они позволяют нам не искать алгоритмы выполнения каких-либо действий и тем самым экономят нашу энергию. Вот только сейчас жизнь стала настолько стремительной, с повсеместным появлением новых и новых задач, требующих незамедлительного реагирования, что привычки становятся своеобразной броней, мешающей человеку. Он становится инертным, поскольку не может справляться с новыми проблемами привычными способами. Само время не оставляет нам возможности расслабляться в зоне комфорта, подталкивая нас к новым горизонтам. Если вы чувствуете, что стоите на одном месте довольно давно, жизнь потеряла краски, а вы не знаете, что с этим делать, нужно срочно сменить обстановку. Если можете, бросьте все и поезжайте на Гоа, любоваться на океанские закаты. Вы гарантированно вернетесь с сознанием, как вам жить дальше, как минимум полгода. Если же все бросить не получится, и у вас на сегодняшний день совершенно нет ресурсов, купите сосисок в супермаркете и отправляйтесь на берег реки их жарить. Возьмите с собой приятных людей, детей и собак. Вам станет легче. Посмотрите фильмы, которые вы не успели посмотреть в прошлом году. Влюбитесь в конце концов. Если вы уже в отношениях, пересмотрите их, может быть пришло время что-то в них поменять? Возможно, вы чувствуете, что переменам должна быть подвергнута не только обстановка, но и круг общения. Открыть новые горизонты и перезапустить свою жизнь у вас получится со сменой работы. Если у вас не достало пока смелости поменять работу или прекратить ненужные отношения, имеется другой способ развернуть, поменять привычное течение жизни. Начинайте делать то, чего от вас ни вы, ни окружающие не ожидают. Покинуть зону комфорта и перестать ходить привычной дорогой сначала будет нелегко, но у вас получится. Вспомните примеры людей с тяжелыми болезнями, потерявших близких людей, попавших в катастрофические неприятности, но не отчаявшихся. Они смогли преодолеть обстоятельства и начать радоваться жизни. Привычный успех действуем не откладывая. Практически в каждой организации найдутся сотрудники, которым не хватает рабочего времени, чтобы выполнить всю дневную работу. Они постоянно задерживаются, их покрасневшие от недосыпа глаза каждое утро смотрят с немым укором на своих более шустрых коллег. Сами они думают, что это происходит потому, что только они относятся к работе с должным вниманием и ответственностью, тогда как другие делают ее спустя рукава, не вникая и не доводя результат до совершенства. На самом деле все выглядит несколько иначе. Люди в своем большинстве часто переносят сложные или неприятные дела на потом. Со временем это входит в привычку, и все повторяется снова и снова. При этом дела накапливаются, как снежный ком, она сгложит чувство вины и недовольства собой. Возможно и другая причина, человек берет на себя слишком много, пытается сделать все и сразу. Многие успешные люди стали таковыми, в частности потому, что привили себе хорошую привычку рационально использовать время. Не разбазаривая минуты и часы на бесполезные дела и беспрерспективные занятия, они научились находить резерв времени, используя его продуктивно. Это и помогло им обойти своих конкурентов и достичь карьерных высот. Существует несколько правил, следуя которым можно упорядочить свое рабочее время и извлекать пользу из каждой минуты, не давая ей пропасть даром. Итак, всегда отмеряйте количество времени, которое вы можете отвести на крупные и сложные дела. Тогда в это время вы будете полностью сосредоточены на работе и не станете отвлекаться на посторонние дела и события, происходящие вокруг. Неплохо также было бы, чтобы в это время мелкими, но неотложными делами занимался кто-то другой. Научитесь делегировать, то есть передавать другим часть полномочий. Планирование времени – непростая штука. Например, давно известно, что чем больше времени отведено на определенное дело, тем дольше оно будет выполняться. Поэтому установите достаточно четкие временные границы с учетом всех важных дел на день, неделю, месяц. Многие люди испытывают весьма ощутимый стресс по причине того, что дела не выполнены в положенный срок. Они стараются сделать их после работы, а может быть даже ночью, но это малопродуктивно. Для каждого дела необходимо установить приоритеты, поскольку справиться со всеми делами, количество которых не уменьшается, не может никто. Вывод тут один. Нужно разделить дела по степени важности и делать сначала важные дела. Еще неплохо разделить крупные задания на части. И самое главное, если вы все же желаете продвинуться вперед, нужно начинать день с самых трудных и муторных дел. Тогда победив их, вы станете чувствовать себя гораздо лучше и сможете одним махом переделать кучу мелких, освободив тем самым свой стол и душу от ненужного хлама. Со временем вы привыкнете к этому чувству. Приобретите привычку получать от работы удовольствие и вытекающую из этого привычку к успеху. Наша психика устроена так, что от завершения работы мы получаем удовольствие, в какой-то мере чувствуя себя победителями. Этим мы обязаны выбросу эндорфинов, гормонов счастья, мы чувствуем прилив сил и гордость. Такое полезное привыкание к удовольствию позволит вам приобрести пресловутые секреты успеха, уверенность и компетентность. Вас интересует мой секрет счастья в одном слове? Это рост. Интеллектуальный, финансовый. Сами назовите какой. Пять главных талантов для успеха. Умение сосредоточиться, осторожность, организованность, новаторский подход и общение. Гарольд Сидни Дженнин. Американский предприниматель и миллиардер. Перемена требует наши сердца. Как начать новую жизнь? Только слова имеют значение. Все прочее – болтовня. Эжен и ОНЕСКО Сила написанного слова. Строим планы. Если вы решили больше не плыть по течению и изменить ситуацию, то самое время подумать о плане. Несмотря на затеянные вами перемены, наличие плана структурирует вашу жизнь и упорядочит ее. Изменение жизни под силу практически каждому человеку. Но для этого нужно составить план работы и неукоснительно следовать ему. Главное правило удачного плана – понять, что именно в вашей жизни сейчас не устраивает вас. Затем составить образ желаемого будущего, а потом просто шагать к своим вершинам в удобном темпе, без рывков и остановок. Так что возьмите бумагу и ручку и в прямом и переносном смысле начните жить с чистого листа. Можно, конечно, напечатать план и сохранить его в недрах компьютера, но поверьте, наибольший терапевтический эффект несет именно план, написанный собственноручно. Как говорится, что написано пером, того не вырубишь топором. Первое, что будем делать, это определяться с приоритетами. Наша жизнь многогранна. В большей или меньшей степени у каждого из нас в жизни имеются различные сферы – работа, отношения в семье, дружба, увлечения, финансы, личностное развитие. Мы каждый день выступаем в нескольких амплуа. В зависимости от обстановки, необходимости, окружения и привычек мы можем быть матерью или отцом, женой или мужем, дочерью, сыном, собаководом, подругой, любителям шоколадных эклеров или шотландского виски, начальникам или путешественникам, лентяям и любителям поесть ночью. Необходимо вычленить, что нужно оставить прежним, а что менять. Если расставить все эти роли по приоритетам, станет очевидно, что в вашей зоне комфорта является камнем на шее. А теперь подумайте, какую роль вы предпочли бы играть в ближайшем будущем, оставив безусловно часть ролей списка, которые вы играете сейчас. Для удобства определяйте степень приоритетности по десятибальной шкале. Постарайтесь вычеркнуть негативные роли, мешающие вам жить счастливо. Если вы всегда хотели научиться кататься на коньках, самое время вписать в список эту роль. Второе, что нужно сделать, подумать о своих мотивах. Что является причиной? Почему вы хотите играть эту, а не иную роль? Затем нужно записать свои приоритеты с пояснением мотивов. Теперь выявите свои потребности и возможности для осуществления ваших планов. Например, если вы хотите стать кандидатом в мастера спорта, вам нужно находиться в хорошей физической форме. Теперь решите насчет целей, которых вы хотели бы достичь в жизни. Соотнесите свои роли, приоритеты, потребности и возможности. Тогда вам станет понятно, что вы хотите на самом деле. Это должны быть те цели, которых хотите достичь именно вы, а не те, к которым вас подталкивает необходимость, общественное мнение или родные. Если вы испытываете затруднения, разбейте цели на категории, такие как карьера, семья, финансы. Все цели запишите и выделите три наиболее важные ярким цветом. Теперь необходимо записать для каждой цели конкретную дату. К примеру, в июле 2016 года поехать в языковую школу на Мальте с целью изучения испанского языка. Определитесь, как вы будете идти к достижению своих целей с той точки, где вы находитесь сейчас. Определите шаги, которые вам необходимо предпринять, а не конкретные способы исполнения этих шагов. Например, условием поездки на Мальту является успешное прохождение теста на испанском языке. Значит, до сдачи теста вы ходите к репетитору испанского. Не забывайте, что составить план и выполнить его это две большие разницы, как говорят в Одессе. Не забрасывайте свой план в дальний ящик. Время от времени проверяйте и корректируйте его, оценивая свои успехи и делая выводы из неудач. Кроме того, со временем ваши цели или их важность могут измениться. Отражайте это в списке. Постарайтесь следовать пунктам плана в точности, хотя бы на первых порах. Ведь от степени вашей настойчивости и будет зависеть конечный результат. Когда минит первая дата вашего плана, отметьте, выполнен ли соответствующий пункт. Если да, поочрите себя чем-нибудь. Если вам не хватило времени, подкорректируйте дату и дайте себе дополнительное время. Ведь скорость перемен сначала рассчитать непросто. Чтобы через несколько месяцев, пробегая глазами по своему плану, вы с грустью не констатировали, что у вас опять ничего не получилось, необходимо иметь в виду ряд правил. Они помогут вам держаться на плаву и в трудную минуту поддержат вас. Первое. Не стоит пытаться достичь всех поставленных перед собой планов в установленные сроки. Это невозможно. Ведь привычки и килограммы выкопили годами, так что и изменения потребуют времени. Второе. Не следует пасовать перед неудачами. Сомнения будут, но вы их отбросьте, просто скажите себе, что подумайте о них завтра. И так каждый день. Третье. Истребите лень. Для этого, поставив цель, не откладывайте начало ее исполнения. Первый и последний шаги всегда самые трудные. Четвертое. Верьте в свои мечты, а главное в себя. Пятое. Ставьте правильные и действительно достижимые цели, чтобы не растерять энтузиазм. Шестое. Полноценно отдыхайте, не выматывайтесь и помните, что лучший отдых – это перемена деятельности, а не сон перед телевизором. Седьмое. Попробуйте совмещать совместимое. Например, учить испанский по аудиоурокам можно во время утренней пробежки на стадионе. Как добиться максимальной отдачи? Чтобы жизнь с нашей помощью начала меняться, нужно немного. Просто начать и делать. Но это-то и есть самое трудное в процедуре изменения жизни. Постоянно в колеса, которые везут нас к нашему счастью, как будто вставляет палки. Как же добиться того, чтобы при наших усилиях получить максимально возможный и продуктивный результат? Правило первое. Прежде всего, те действия, которые вы запланировали для достижения своих целей, должны быть вам не отвратительны, а в идеале должны вам нравиться. Если вы занимаетесь чем-то через силу, рано или поздно ваш энтузиазм иссякнет, поскольку вы тратите энергию не только на само действие, но и на преодоление своего внутреннего сопротивления. Однако прежде чем отказываться от действия, убедитесь, что оно противоречит вашим новым приоритетам, а не лени. Если же действия, направленные на достижение цели, не соотносятся с вашей системой ценностей, то результат, который вы, возможно, все-таки достигнете ценой неимоверных мучений, радовать вас не будет. Потому что он вам не нужен, а значит, неинтересен. Например, вы решили худеть. Подберите диету из ваших любимых продуктов. Это не составит труда, потому что диет великое множество. И пусть она не обещает вам сбросить 15 килограмм за неделю, зато вы не будете давиться нелюбимым творогом и с тоской ждать вечера, когда вам нужно съесть пучок петрушки. Если вы больше всего на свете любите шоколад, сядьте на шоколадную диету. Такая тоже, поверьте, существует. И сброс килограммов, и отличное настроение вам гарантированы. Когда мы делаем то, что внутри вызывает протест, организм начинает нам сигнализировать об этом. Главное, уметь читать эти сигналы. Мы опаздываем туда, куда нам совсем не хочется идти. Мы спотыкаемся на ровном месте и получаем травмы, заболеваем, в конце концов, лишь бы избежать неприятного события. Эти симптомы означают, что те действия, которые вы совершаете, вам совершенно не нужны. Скорее прекратите это. То, что не ваше, вашим не станет. А вот то, что ваше, от вас не уйдет. Правило второе. Взращивайте в себе здоровый эгоизм. У этого правила ноги растут и с первого. Ведь если вы занимаетесь тем, что на самом деле любите, вы безусловно эгоист. То есть человек, который думает в первую очередь о себе, а только потом о других. Конечно, можно наплевать на себя и с головой нырнуть в альтруизм или посвятить всю свою жизнь окружающим или домочадцам. Выслушивать всех, отдавать последнее, мчаться на помощь в любое время дня и ночи, терпеть неприятные моменты ради кого-то или чего-то. Но это должно идти от души. В обмен вы должны получать максимальное моральное удовлетворение. И тем не менее, безоглядный альтруизм совершенно непродуктивен. Добившись большего в жизни, вы сможете и дать больше. Подумайте о лечении в лучших санаториях мира для своих родителей, которые вы сможете оплатить, добившись финансового благополучия. Или о том, сколько нового и интересного вы сможете рассказать своим детям, расширив свой кругозор, занимаясь иностранным языком, историей или краеведением. И ни в коем случае не следует уповать на благодарность. Как известно, благодарность – самое недолговечное чувство. Практически все, что вы делаете для других в ущерб себе, малоэффективно и дает минимум отдачи. Поэтому займитесь собой, улучшайте себя, развивайте, учите в конце концов. Это самое интересное и благодарное занятие. На этом свете у каждого из нас свое предназначение и свой путь. И эффективен на этой дороге лишь тот, кто занимается собой, а не другими. По этой же причине никогда не сравнивайте себя с другими. У нас, у всех в этой жизни, разные возможности и разные стартовые условия. Дуб и клубника растут с разной скоростью, отличаются друг от друга внешне, и плоды у них тоже разные. Но мы не сможем сказать, кто из них лучше, полезнее, нужнее, по причине некорректности и даже, если хотите, глупости вопроса. И с людьми та же история. Если Сидоров миллионер, это не значит, что он лучше вас. Просто его предназначение – стать олигархом и получать удовольствие от зарабатывания денег, а ваше – быть великолепным отцом троих детей. И удовольствие ваше в том, чтобы видеть, как растут и взрослеют ваши дети. И когда вы поведете свою красавицу-дочь под венец, поверьте, ваши слезы будут точно не об упущенных миллионах. Так что сравнивать себя ни с кем не нужно, если только с самим собой, чтобы увидеть результат или его отсутствие. Вот тогда вы сможете его улучшить, а может быть полностью поменять свой план целей. Потому что только вы вправе решать, как быстро вам меняться, в каком направлении. Думайте о себе, и когда нужно принимать решение, принимайте его самостоятельно. Правило третье. Мы находимся здесь и сейчас. Чтобы все, что вы делаете для достижения цели, было эффективным, нужно всегда понимать, что же вы делаете и зачем. Постарайтесь не отвлекаться и не следовать внезапно возникшим желаниям и мечтам. Потому что если вы находитесь не здесь и не сейчас, то на самом деле вы не находитесь нигде. Правило четвертое. Не тащите за собой лишний багаж. Избавьтесь от негативных представлений и мнений о себе. Они понижают эффективность всей вашей деятельности и зачастую делают ее невозможной еще до того, как вы начали. Правило пятое. Экономьте силы. Они вам пригодятся. Не расходуйте их на малорезультативные и незначительные действия, тем более на выполнение чужих задач. А также постарайтесь сохранять душевное равновесие и перестаньте сожалеть о том, что не сбылось. Это бессмысленно, а уныние и переживание вытягивают из вас энергию. Жизнь пролетает так быстро и так при этом интересно и многогранно, что глупо тратить ее без повода. Правило шестое. Постоянно отслеживайте результаты своих действий и делайте выводы. В этом залог выполнения плана по максимуму. Случается так, что и мелкие задачи, на которые поделена основная работа, оказываются трудными в исполнении. Разберитесь, почему это происходит, что можно сделать. Если вы учите иностранный язык, но застопорились на каком-то разделе, наймите репетитора, который поможет преодолеть этот рубеж. Не хватает денег на приятные мелочи для любимой девушки, найдите подработку или станьте экономнее. Так вы увидите и поймете свои ошибки и пути их исправления, а также положительные результаты, которые дадут почувствовать прилив сил и возросшее стремление достичь цели. Правило 80 к 20, важные 20%. Когда мы принимаем решение начать новую жизнь и делаем шаг из зоны комфорта, мы твердо убеждены, что те усилия, которые мы прикладываем, дадут равноценный результат. То есть если мы будем очень много работать, то соответственно и много заработаем. Чем лучше мы будем относиться к людям, тем больше внимания станем получать от них. Оказывается, что все не так. Как часто мы сами и наши знакомые трудятся не покладая рук, при этом не достигая ни материальных высот, ни признания со стороны коллег и руководства. Мы задаем себе вопрос, почему так происходит. Ответ 1. Большую часть времени мы занимались не тем, чем надо, и не там. Правило 80 к 20 гласит, что только от небольшого количества причин, средств и усилий зависит большая доля результатов. До сих пор тайное и безусловное действие этого принципа не разгадано. Это эмпирическое правило 80 к 20 названо в честь Вильфредо Парето, экономиста и социолога, и полностью звучит так. 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата. На самом деле, соотношение 80 к 20 весьма условно, поскольку в различных областях жизни просто не может соблюдаться такая строгая пропорция. Поэтому правило в переводе на простой язык означает, только часть наших усилий является по-настоящему эффективной и дает наибольший результат. Вывод, который нужно сделать, уяснив это правило, следующий. Сосредоточьтесь на результативных действиях, отбросив малоэффективное. Не откладывай на завтра. Прокрастинация. Что-то можно отложить. Термин прокрастинация берет начало от английского procrastination – задержка, откладывание, и латинского procrastinus – на завтра. Таким образом, прокрастинация – это привычка откладывать дела, даже необходимые и срочные, порождающие психологические и социальные проблемы. Парадокс прокрастинации в том, что человек понимает, что должен выполнить неотложные дела, но все равно занимается не тем, чем нужно. Например, вместо того, чтобы выполнять задания директора, играет в пассианс на компьютере или затевает не ко времени уборку в ящиках рабочего стола. Не нужно путать эту беду с банальной ленью, при которой субъект, позволяющий себе роскошь лениться, даже самого завалящего чувства вины не испытывает. Прокрастинатор мается, ищет оправдание себе и придумывает отговорки и причины для окружающих. Но ничего поделать, как ему кажется, не может. Самое печальное, что ничего не делая, человек, страдающий прокрастинацией, теряет энергию с удвоенной силой, выматывается до предела и домой добирается без всяких сил и эмоций. Справедливости ради отметим, что хотя бы раз в жизни каждый из нас прокрастинировал, и в таких разовых случаях нет ничего критичного. Но если прокрастинация становится образом жизни, это уже серьезная проблема. Откладывая все на потом, человек доводит ситуацию до точки кипения, когда, например, срывает сроки проекта, получает выговор на работе, упускает шанс попасть на концерт любимого артиста. Тогда в ущерб времени отдыха, другим делам и данным обещаниям, он судорожно пытается сделать все отложенное одним махом. Как правило, от этого страдает качество. В случае, когда даже максимально выложившись, человек не успевает, он просто отказывается выполнять работу. И в случае аврального выполнения и при отказе от такового, человек подставляет себя под оправданный гнев тех, кто пострадал от проволочек. В итоге он не двигается по карьерной лестнице, ему не верят друзья и близкие, да и сам он в себя не верит, все больше погружаясь в состояние тревоги и сожаления от упущенных возможностей. Такое положение рано или поздно приводит к стрессу, неизбывному чувству вины и еще большей потери продуктивности. Получается замкнутый круг. Существует несколько теорий, объясняющих феномен прокрастинации, но ни одна из них не может претендовать на абсолютную достоверность. В первом ряду причин стоит низкая самооценка. Человек настолько не уверен в своих силах, нужности своей работы, ее практической пользе, что подсознательно боится потратить в пустую свое время, силы и другие ресурсы. Если такому неуверенному человеку поднять самооценку похвалой или иным стимулом, продуктивность и организованность его труда несоизмеримо возрастет. Вторая не менее парадоксальная причина затягивания дел – перфекционизм. Перфекционист холит и лелеет каждую мелочь в своей работе, доводя ее до одному ему ведомого совершенства. Он забывает о сроках, оттачивая детали, поскольку страх оказаться несовершенным для перфекциониста сродни смерти. Согласно третьей теории, прокрастинатор сознательно старается не стать успешным, опасаясь зависти и критики со стороны окружающих. Интересная четвертая теория о свободолюбии любого прокрастинатора, который таким способом бунтует против навязываемых ему планов и сроков, ограничивающих его творческую натуру, и отстаивает право действовать, исходя из своего внутреннего убеждения. В эту ловушку попало немало светлых умов. Бунтари, находясь в конфликте с руководством или коллегами, вообще перестают доводя дело до логического завершения, ограничиваясь только фонтанированием идей, которыми переполнена их голова. Ни одна из этих теорий, тем не менее, не решает проблему, поскольку они указывают на причину уклонения от работы, но не причину откладывания любых дел на потом, и не объясняет, почему же прокрастинатор испытывает беспокойство от своего поведения. Самой приемлемой на сегодняшний день признана теория так называемой временной мотивации. В соответствии с этой теорией, желание человека выполнить что-либо находится в прямой зависимости от четырех составляющих. Уверенности в том, что все получится. Обещанного поощрения. Времени до завершения работы. Уровня нетерпения, то есть тех ощущений, которые исполнитель испытывает в случае задержки. Выяснилось, что если предполагается достойное вознаграждение по результатам работы, и человек уверен, что справится с ним блестяще, то выполняемое ему кажется более полезным. Дела, до завершения которых еще много времени, человеку кажутся менее значимыми. Отсюда вывод. Лучше всего выполняется та работа, в которой имеется личный интерес и высокие ожидания, а время, отведенное на исполнение, невелико. С прокрастинацией можно бороться категорично, то есть в отсутствие мотивации просто бросить учебу, поменять работу. На это способны не все, и это не всегда уместно. Кроме того, и на новой работе все может продолжаться по-старому, если у человека отсутствуют навыки планирования, и он достаточно импульсивен. Полностью излечиться от прокрастинации невозможно, поскольку ее наличие обусловлено в достаточной степени нашими психическими особенностями. Но вот поведенческие моменты изменить можно, чтобы облегчить себе и окружающим существование, и начать получать удовольствие от жизни. Прежде всего, нужно определить какое-то воздействие, которое пересиливает желание затягивать дела. Хорошую роль в этом случае играет банальный стыд и высокий уровень ответственности, что в совокупности дает чувство вины. Неприятные ощущения от того, что вы подвели кого-то, и этому человеку сейчас плохо, приводит к тому, что вы через «не хочу» берете и делаете. Также легче справляются с недугом люди, умеющие объективно разделить дела на срочные и не очень. Если вы начнете искать положительные моменты в предыдущих свершениях, они станут стимулом для дальнейших дел. Поощряйте себя за успехи, взращивайте ощущения собственной полноценности. Если ваша проблема «бунтарский дух», то замените в голове слова «я должен» на формулировку «это я выбрал» и все станет на свои места, вы снова почувствуете себя хозяином положения. Ну и в заключении этой темы напомним себе планирование. Выделяйте время на каждую работу, если заданий у вас несколько. Не приступайте к другой задаче, пока не закончили предыдущую. Измените в корне подход. Выполняйте несколько разных задач в течение дня по частям. Отводите на их выполнение непродолжительные временные отрезки. Расписание составьте заранее, лучше всего делать это накануне. Этим вы разгрузите мозг и не будете постоянно держать в уме весь объем вашей работы. Интересно, что по восточным канонам дела, которые человек собирался сделать и не сделал, переходят в категорию непосильные ноши из-за чувства вины. В случае прокрастинации энергия расходуется впустую, ведь мы не делаем то, что запланировали, и планируем то, что никогда не осуществим. Сберегайте энергию. Никому не нужны ваши яркие вспышки, они могут ослепить. Лучше и приятнее ровное горение, создающее ощущение уюта и равновесия. Думаем о результатах. Оценивают не человека, оценивают результаты, которых он добился, а уже исходя из своего разочарования, оценивают человека. Арсен Венгер. Добравшись до середины аудиокниги, вы уже понимаете, что для того, чтобы вырваться из комфорта, необходимо быть открытым переменом. Признать, что вы волокитчик поневоле, это первый шаг в счастливую жизнь. Он будет абсолютно бесполезен, если вы не поменяете свой подход к делу. Принимая во внимание все советы по этому поводу, тем не менее, больше слушайте себя. Как только вы понимаете, что работаете на пределе, снижайте обороты и двигайтесь к поставленным целям более короткими шагами. Чтобы получить хороший результат, нужно подумать о нем заранее, то есть запланировать. А что может быть лучше хорошей памяти? Только острый карандаш. Возьмите за правило планировать свой день накануне вечером. Сначала запишите три дела, в которых вами сегодня достигнут отличный результат. А затем три дела на завтра. Затем запишите одно из сегодняшних дел, которое оказалось наиболее результативным, а рядом такое же важное дело для завтрашнего дня. В случае, если наиважнейшее дело является для вас непосильной задачей на данный момент, попробуйте применить адаптированный к нашей ситуации метод Тима Ферриса. Сформулируйте и запишите несколько дел, от которых вы бы с радостью открестились. Они-то как ни печально и являются самыми важными. Все-таки подумайте над каждым из них и спросите себя, будете ли вы удовлетворены, если это дело вы все-таки выполните именно сегодня. Оцените, проще ли выполнить все остальные дела, чем заниматься этой задачей. Запланируйте время на каждую из выбранных вами в начале задач. Но сделайте только одно. Если в течение дня вы все же продолжаете отвлекаться, планомерно возвращайтесь к выбранному вами делу и верните себе правильный настрой. Учитывайте также и то, что наш мозг не может сразу увязать результат, даже положительный, и длительное напряжение, особенно если конца работы пока и не предвидится. Эта особенность дает о себе знать тягостным чувствам, которые наверняка вам знакомы, когда вы начинаете новое дело. Обмануть мозг можно, разделяя дело на части и делая по одной части за раз. Например, вы хотите достичь базового уровня в знании испанского языка за 90 дней, оставшиеся до лета. Но когда вы представляете масштаб задуманного, вас охватывает чувство тоски. Спасите себя и пожалейте свой мозг. Разбейте курс на части и каждый день выделяйте на испанский около часа, либо заучивайте 20 слов. Вы заговорите на испанском аккуратно к запланированной дате. Фокус здесь в том, что вы снижаете чувство страха перед большим проектом. Не секрет, что мы постоянно захвачены потоком новых дел, но сейчас наша задача научиться распоряжаться своим временем и говорить нет некоторым из дел. Исходите из того, какую степень важности носит поставленная перед вами задача. Если срочная и очень важная, нужно сделать ее незамедлительно. Статус «важно, но не срочно» предполагает ваше решение о моменте, когда вы займетесь этим делом. Срочно, но не важно позволяет передать задачу на выполнение другому лицу. Одна из основных причин прокрастинации, как говорилось выше, недостаток мотивации. Чтобы уровень мотивации повысился, достаточно просто заботиться о себе. Высыпайтесь, питайтесь разнообразно и регулярно, занимайтесь спортом. Старо как мир, но безотказно. Если вы продолжаете откладывать дела на потом, выслушав все советы, тогда примите это как должное, но только не корите себя. Идеальных людей не существует, поэтому когда вы заметите, что прокрастинируете, простите себя за это и двигайтесь дальше. Приступаем немедленно. Теперь речь пойдет о необходимости приобрести привычку выходить из своей зоны комфорта каждый день. Ежедневно делайте вещи, которые вас так страшат. Начните с тех дел, которые вызывают меньший страх, но со временем переходите к более страшным задачам. Рано или поздно вы привыкнете так поступать, и у вас появится безусловное преимущество перед людьми, которые такой привычки не имеют. Теперь рассмотрим дальнейшую стратегию наших действий. В первую очередь решаем приступить к делу, во вторую определяемся, когда приступить. Это нетрудно, даже если у вас совсем немного времени, если выработать привычку действовать незамедлительно. Преимущество таких действий в том, что вы получаете больше необходимой информации о задании, а не пишете длинные списки и не размышляете о том, как вы со всем этим будете справляться. Со временем вы приобретете навык преодолевать волокиту и распрощаетесь привычкой прятаться от проблем, а станете больше сосредоточиваться на решении задачи. Вы начнете фонтанировать идеями даже в то время, когда вы будете заниматься другими делами. То есть, вы поняли? Закиньте мозгу задачку и пусть он работает. Также поторгуйтесь собой, объясните своему организму, что до завтрака запишите все, что горшочек вашего мозга наварил за ночь. Когда привыкнете, сами узнаете, какой изумительный привкус завтраку придает эта привычка. Если волны страха вновь накатывают на вас, начинайте снова. Постарайтесь не думать об окончании работы, просто начинайте вновь и вновь. Поставьте перед собой минимальные сроки, через одну, две, пять минут. Так вы преодолеете неуверенность и справитесь с нерешительностью. А потом вам просто станет жалко бросить начатое. Как только вы научитесь действовать незамедлительно, то есть расставлять приоритеты, вы сможете уйти от необходимости составления бесконечных списков дел. Ваш список сократится до трех наиболее важных для вас пунктов. И вы избавитесь от тревожных мыслей о том, правильно ли вы распоряжаетесь столь необходимым временем. Лучше не тратьте его на составление длинных подробных расписаний и старайтесь даже мысленно не употреблять слов «закончить» и «сделать». Действуйте. Не беспокойтесь о том, как вы будете достигать поставленную цель, пока не начали ее выполнять. Если вы еще не находитесь в этой далекой точке, говорите думать об этом бессмысленно. А вот страхи и беспокойства от этих дум возникают вполне реальны. И ваш разум на это незамедлительно реагирует. Еще нужно учесть следующий момент. У создателей сериалов имеется фишка заканчивать серию на самом интересном или волнующем месте. Таким образом, нас стимулирует на следующий день снова сесть перед телевизором в назначенное время. Наверное, создателям сериалов известен эффект «зейгарник», то есть способность человеческой памяти лучше запоминать действие, которое не завершено. В начале каждого действия возникает некое напряжение в большей или меньшей степени в зависимости от масштабности самого действия. Не получив выхода ввиду незавершенности, это напряжение не дает нам забыть о незаконченном деле. Иными словами, нас просто убивает то, что мы начали, но не закончили. Поэтому начатое всегда нужно доводить до конца. Запомните, просто начните вместо того, чтобы размышлять о том, как быстрее переделать все дела. Дорогу осилит идущий. По смыслу, это выражение понятное и незамысловато. Хочешь изменить свою жизнь? Действуй. Ведь главное для начала перемен это не стоять на месте, а заставить себя сделать первый шаг. Чтобы это понять, нам, по сути, не нужны психологические трактаты. В русской речи предостаточно вариантов этой незатейливой житейской мудрости. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Под лежачий камень вода не течет. Глаза боятся, а руки делают. Даже удивительно, почему ежедневно, используя эти призывы к действию в разговорной речи, мы крайне редко задумываемся над их смыслом, а еще реже следуем им. Чтобы найти свое призвание, начать делать то, что приносит радость именно вам, придется пройти не один путь, ведь нет гарантии, что пройдя первую дорогу, вы сразу же обретете себя. Возможно, вам предстоит пройти еще немало дорог, по завершению каждой из которых вы станете мудрее и опытнее, а значит лучше. Может, в этом и состоит смысл нашей жизни? Главное богатство – время. Сама дисциплина прежде всего. Часто бывает, что мы обещаем себе и окружающим начать новую жизнь буквально завтра или в крайнем случае с понедельника. Энтузиазма и решимости в этот момент нам не занимать. Но сделав в выбранном направлении несколько шагов, мы почему-то теряем свой пыл. Рассуждения на эту тему подводят к мысли, что возможно, нам не хватает мотивации или силы воли. А может быть времени? Это не так. Когда есть желания и возможности, причина наших неудач кроется в одном – отсутствии самодисциплины. Самодисциплина – та еще субстанция. В сухом остатке это способность индивида заставить себя совершать какие-либо действия, независимо от душевного состояния. Как зачастую мы говорим себе, когда не в силах приступить к какому-нибудь делу. Что-то у меня сегодня настроения нет. А самодисциплина – это как раз тот ментор, которому война войной, а обед по расписанию. Иными словами, решили похудеть, вставайте и идите на пробное занятие в спортзал, а по дороге купите овощи вместо булки. Конечно, легко это звучит только на словах. В настоящей жизни между принятием решения и действием лежит переполненный сомнениями, страхами, неуверенностью и ленью промежуток. К тому же, он имеет противнейшие свойства растягиваться до бесконечности и нисколько не приближать нас к нашим мечтам и прекрасным целям. Итак, если вы сможете оседлать такую непокорную лошадку, как самодисциплина, то в своей жизни всегда будете на коне. Почему? Потому что это великолепный инструмент для развития личности. В сочетании с правильным планированием, желанием и постановкой цели, самодисциплина становится отличным психологическим инструментом. В литературе с психологическим уклоном самодисциплина интересно и образно сравнивается с мышцей. Смысл сравнения в том, что самодисциплина, как и мускулатура, имеется у каждого человека. Пусть у каждого в разной степени развитости, но тем не менее есть. Поэтому, как следуя систематическим занятиям в тренажерном зале, вы накачаете со временем мышцы, так и развивая понемногу навыки самодисциплины, вы вскоре повысите свою продуктивность до предела. Например, вам кажется, что настала пора двигаться по карьерной лестнице вверх. Для этого нужно проявить себя лучше, чем ваши коллеги. Что можно предпринять? Вы выявляете все нужные и отвлекающие моменты в вашем рабочем времени, например, перерывы, чтобы покурить или попить кофе, и начинайте работать по-новому, то есть с утра до ночи. Безусловно, какое-то время ваша продуктивность будет на высоком уровне. Но сможете ли вы держать эту планку всегда? Скорее всего, нет. Если вы начнете свои занятия в спортзале без разминки из больших нагрузок, на следующий день вы и подняться с постели сможете с трудом. Такая же история и с самодисциплиной. Ее нужно в себе воспитывать постепенно, не перегибая палку. Самодисциплина взращивается не на пустом месте. Чтобы ее обрести, нужны помощники, о которых речь пойдет дальше. В первую очередь, для самодисциплины нужно одобрение, то есть вы должны давать реальную оценку своему состоянию на текущий момент, без перегиба в ту или иную сторону. Беспочвенный оптимизм и неоправданный пессимизм к хорошему не приведут. Оцените свое состояние объективно, ведь для успешных тренировок и понимания того, как тренироваться, вы исходите из своей физической формы. Без этой обязательной процедуры можно сделать лишнее или не сделать необходимого, либо вообще выполнять что-то не то. Понятно, что практической пользы таких занятий будет немного, а вот вред обязательно. Поэтому, принимая решение, смотрите на себя открытыми глазами и учитывайте свои потребности и привычки, а также биологические часы. К примеру, вы каждое утро хотите умереть, лишь бы вам не вставать в 7 часов и не собираться на работу. Если вы будете заставлять себя ложиться спать в 22 часа, то толку от этого будет немного. Вы станете ворочаться и мучаться ровно до того момента, когда вы обычно засыпаете. А вот если вы начнете ложиться сначала в 23.45, а затем в 23.30, то результат вас скоро порадует. Не менее важна для развития самодисциплины и сила воли. Она действует как своего рода ускоритель, правда, не продолжительного действия. Время от времени вам придется приказать себе «иди вперед». Сила воли быстро заканчивается, но в нужное время и в нужном месте, когда опускаются руки, сила воли лучший помощник. Третий компонент самодисциплины – тяжелый труд. Не надейтесь победить противника, то есть самого себя, малой кровью, и не выбирайте легких путей. Настройтесь сразу, что придется приложить усилия. Самодисциплина – это понимание и настроение на тяжелую и большую работу. Чем раньше вы это поймете, тем меньше будет разочарования. Ко всем вышеперечисленным составляющим неплохо бы добавить старания. Усердно и прилежно работая, вы не останетесь на одном месте. Уметь выполнять неинтересные и однообразные дела вне зависимости от настроения и укладываясь в отведенные сроки – это, знаете ли, не каждому дано. Поэтому, если мы еще продолжаем развивать самодисциплину, выполните скучные и нудные дела так же старательно, как важные и интересные, какими бы мелкими и незначительными они вам не казались. Не запускаете их, иначе накопятся и испортят вам жизнь. Ну и замыкает список упорства, то есть умение продолжать начатое, даже когда дела не клеятся и хочется все бросить и забыть. Многие путают упорство и мотивацию, но при отсутствии мотивации вы просто лежите на диване и не находите в себе сил даже встать, тогда как упорство это действие без вариантов, без размышлений, хочется, не хочется. Как в фильме Операция И и другие приключения Шурика надо, Федя, надо. Также, не следует путать понятие упорства и упрямства, которые сродни самонадеянности. Упорство не препятствует поиску новых решений, изменению целей и даже прекращению работы в случае очевидной бесперспективности проекта. С упрямством вы будете биться головой о стену, пока не устанете. Успехов воспитания самодисциплины. Не останавливайтесь на половине пути. Закон трех задач. Делай, что можешь с тем, что имеешь там, где ты есть. Теодор Рузвельт Трудно добиться успеха, откладывая дела на потом. Такое постоянство рано или поздно повлечет проблемы. Один из методов повышения эффективности, известный как закон трех задач, описан у Брайана Трейси в книге «Выйди из зоны комфорта». Суть закона состоит в том, что среди всего вала работы, в котором мы зачастую находимся, необходимо выявить три основные задачи, которые являются самыми значимыми для конечного результата. И как только вы научитесь определять эти задачи и сосредоточиваться на них, то продуктивность вашей работы, да и жизни в целом, несоизмеримо повысится. На основе закона трех задач построено упражнение под названием «Метод быстрых списков», когда за 30 секунд нужно написать три самые важные цели вашей жизни в настоящий момент. Как правило, эти три цели соотносятся с тремя наиболее важными сферами нашей жизни семьей, здоровьем и доходом. Оценив их по десятибальной шкале, мы поймем, что в нашей жизни в относительном порядке, а где необходимо приложить усилия. Подобные упражнения можно выполнять и в более широком масштабе. Запишите три главные цели для каждого из пунктов, помимо тех, что уже указали. Карьера, личные отношения, личностный рост, общественная деятельность, ответ не должен занимать много времени, максимум 20-30 секунд. Только в этом случае вы получите настоящий продукт подсознания, без примесей, условностей. В большой путь, мелкими шагами. Даже если вы просто не сдаетесь, это уже очень важно. Стивен Хокинг. Основная причина, не позволяющая нам покинуть зону комфорта, это страх. Страх, что не поймут, осудят, засмеют. В нашей трудовой деятельности, где мы тоже основательно все засыпали своим страхом ошибок, новаторства и волокиты, мы несем еще и последствия непризнания нас, как специалистов. Ежедневно в мире у любого человека появляется огромное количество возможностей, но мы их теряем, оставаясь в зоне комфорта, поскольку самое лучшее находится за ее пределами. Посмотрите на людей, которые добились успеха, выйдя из трудной ситуации победителем. Наверняка им тоже было страшно. Побороть свой страх и обрести уверенность в своих силах вам помогут небольшие секреты успеха, один из которых секрет мелких шагов, с помощью которых вы обязательно преодолеете тот большой путь, в начале которого вы уже стоите. По какой причине мелкие шаги приносят большой результат? Потому что мы попросту обманываем свой мозг, совершая ряд маленьких действий, мы уменьшаем страх перед масштабным мероприятием. Самое важное здесь не переборщить, это действительно должно быть маленькое действие и совершаться оно должно регулярно. Интересно, что по этому принципу формируются как вредные, так и полезные привычки. Мозгу все равно, какую привычку вы приобретаете, заучивая по 20 испанских слов ежедневно или принимая на ночь пару бакалов вина. Принцип мелких шагов естественный для человека. Не нужно планировать и постоянно находиться в напряжении, отслеживая и координируя результаты. Достаточно просто начать обращать внимание на действия, которые мы совершаем, и фиксировать реакцию организма. Страх, который все же возникает перед новыми задачами, можно продуктивно использовать. Если он появился, значит вы нормальный человек. Постарайтесь обойти его и сделайте первый маленький шаг. Затем продолжайте в том же духе. Поначалу просто слепо следуйте системе, а не ищите более короткий путь. Если вы хотите похудеть, то закрепляя в течение хотя бы недели одну новую привычку правильного питания, месяца через 4 вы увидите, как изменилось ваше тело. Тогда как сидя в течение двух недель на строжайшей диете, вы сбросив то же количество килограмм, через 4 месяца будете носить на себе едва ли не больше. Сложнее всего привыкнуть не к самим маленьким действиям, а к их регулярности, к тому, что они будут совершаться всегда. Когда какая-то из поставленных целей будет достигнута, поставьте перед собой новую, потому что жизнь это возможность постоянного расширения своих возможностей и совершенствования. Принцип маленьких шагов это не просто система для обретения новых полезных привычек, но и отличный инструмент самоконтроля. Поскольку теперь вы знаете реакции вашего мозга и то, что мотивация не всегда спасительна при долгосрочных проектах, вы сможете сами управлять своей силой воли и добиваться прогресса. Приобретенные знания помогут вам и в других ситуациях, где нужно действовать. Чем больше вы пройдете маленькими шагами, тем быстрее достигнете вершины успеха. Заключение Обычное дело в жизни многих людей. Мы идем на работу, на которую не хочется идти, и возвращаемся домой, куда не хочется возвращаться. Мы ходим по кругу и лишь иногда ловим себя на мысли, что с нашей жизнью что-то не так, но ничего не меняем, а только жалуемся близким друзьям на проблемы и быстро пролетающие годы. Самый простой способ выйти из зоны комфорта это услышать самого себя и пойти себе навстречу. Но выходить из зоны комфорта, когда нет опоры, дело достаточно рискованное. Пусть эта аудиокнига поможет вам оценить адекватно свои силы и соотнести их с реальными возможностями. Верить в чудеса, наверное, можно и нужно, но лучше в запасе иметь план, который выручит, если что-то пойдет не так. «Если у человека есть зачем, то он может выдержать любое как». Фридрих Ницше Дорогие слушатели, напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудиоформате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!